От изготовления винта самолёта до дверных карт или защиты для велосипедиста. Применение ткани прочнее металла или композитов очень широко. В регионе больше 20 предприятий, которые готовы налаживать внутреннюю кооперацию в сфере композитных материалов. Почти все показывают высокие коммерческие показатели и наращивают темпы производства. Скоро к ним присоединится ещё одно. В области появится отечественное производство лопастей для ветрогенераторов госкорпорации «Росатом». Инвестиции больше 2 миллиардов рублей, как заявляются, 350 рабочих, высокооплачиваемых мест. Это очень знаковый проект для области. И для нас очень знаково, что производство композитных лопастей у нас останется. Развитие нового производства обсудили на площадке форума «Композиты без границ» вместе с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым и руководителем компании «Юматекс» Александром Тюниным. «Юматекс» – крупнейший производитель композитных материалов в стране. Выступит инвестором. Алексей Русских отметил, несмотря на то, что западные инвесторы покинули страну, в регионе остались площадки, кадры и компетенции. И сейчас, в том числе и развитие ветряной генерации, как зелёной, невозможно без применения широкого углеволокна. И вот одно из таких новых предприятий. Мы стартуем непосредственно в Ульяновской области. Поэтому композиты в массы – так можно назвать первую задачу. Плюс ко всему в регионе действуют меры поддержки российских партнёров и инвесторов из дружественных стран. Одна из них – предоставление уже готовых производственных площадок. Более 40 тысяч квадратных метров готовых площадей планируют сдавать в аренду. Анна Тищенко, Улправда ТВ.